всем добрый вечер с вами команда мечты арман и сегодня у нас такой праздничный эфир вчера был открытие казахстана официальный сайт у нас открылся как отдельная страна и сегодня у нас как раз гости из казахстана бриллиантовый мастер руководитель центра мамочка жена в прошлом банкир я думаю что она сама расскажет тема почему атоме в откуда тебе слово добрый вечер друзья всех поздравляю официально с открытием атоме в казахстане наконец-то мы дождались этот день настал всех вас поздравляем меня зовут я являюсь бриллиантовым мастером и руководителем центра долга арман сегодняшняя тема почему атоме и почему же атоме потому что атоме это та компания на которой я не знала и честно говоря сетевой бизнес это всегда считал что это не для меня с чего же вообще сегодня давайте расскажу вам вообще как я начинала я вообще закончила казахстанский британский технический университет специальности финансы и дальше пошла на работу в казкомерсбанк там же я работала где-то два с половиной года до декрета я ушла в декрет и мне через год объявили что банк закрывается и сообщили то что можно перейти в другой банк то есть народный банк я отказалась так как я уже себя не видела в банковской сфере потому что это такая работа где нужно с утра до вечера работать то есть десяти до десяти мы работали то есть там не такая была зарплата чтобы там работа с десяти до десяти на сегодняшний день у меня есть сын ему четыре годика уже и я посчитала то что это работа получается я в банке не могу совмещать работу и свою семью то есть я хотела работать и как бы сказать посвящать свое время своему своей семье своему мужу своему ребенку и я считала нужно найти что-то для себя я нашла себя вообще в декрете это кажется большинство людей находят себя в декрете я искала атоме то есть я не именно атоме искала я вообще искала бизнес какой-нибудь начать так как я сейчас дома сижу думала ну дома сижу вот начну какой-нибудь бизнес я попробовала что-то делать сама начала продавать это но это занимало у меня больше времени потом я что-то продавала тоже но там уже когда я не могла из дома выходить это курьеров нанимала и это было накладно потом я решила просто на просторах интернета поискать какой-то бизнес на тот момент это был девятнадцатый год я думала в девятнадцатом году найду что-то именно сетевое почему-то я именно думала что-то найду такое что это будет именно сетевой почему не знаю на тот момент люди большинство людей работали именно в сетевых компаниях мне стало это интересно и просто изучала я думала то что ну попробуй-ка но вообще никогда в жизни я не представляла в сетевом бизнесе и про Атоми я слышала уже в девятнадцатом году несколько людей мне про Атоми сказали и в интернете увидела но для меня я такой человек я должна все проверить я всегда все проверяю в девятнадцатом году я увидела у Катрин Кастай stories что она собирает свою команду про Атоми рассказал я просто зарегистрировалась я вообще ни о чем не думала я о работе на тот момент не думала заказала первый заказ делала это была пенка зубная щетка и зубные пасты я помню я ждала две недели этот заказ через две недели я прихожу в офис на тот момент офис был на Панфилово и меня там встречает а Елена Карабашева и она так меня обнимает хотя я ее первый раз в жизни видео вижу она меня обняла сильно и этим поняла что и знает такая теплота была честно говоря я первый раз в жизни кто-то меня так сильно обнимал и мы пообщались мне все понравилось офис понравился и я просто забрала свой заказ она меня пригласила на маркетинг план Через неделю я прохожу на маркетинг-план, там Диана рассказывает маркетинг-план. Я сидела, просто послушала, и мне очень понравилось все. Я дома пошла, изучала, я смотрела маркетинг-план Владимира Хигай, и потом обратно Диана. И так я вот чередовала, смотрела, мне стало интересно. Но потом я что-то позабыла про это, я просто пользовалась продукцией, я заказывала все. Далее я, это был 20-й год уже, 20-й год, я мужу сказала, что-то я хочу заниматься этим бизнесом, кажется, мне... Продукция мне понравилась, я решила просто заниматься этим бизнесом, раз уж продукция нравится, почему бы и нет. И муж такой говорит, ну давай проверим. Ну мы решили посмотреть маркетинг-план, я говорю, у тебя же аналитический склад ума, давай ты проверишь, что за компания. Ну мы стали маркетинг-план вместе с ним изучать, ему все понравилось, и мы активно изучали маркетинг-план. После того мы встретились с Владимиром Хигай, и он нам еще раз рассказал все. Мы посмотрели структуру, ну в целом изучили Атоми, и когда я домой пришла, муж говорит, типа, если ты займешься этим бизнесом, то есть ты будешь активно заниматься, ты будешь зарабатывать, ты добьешься чего ты хочешь, но нужно тут работать. Вот, и я решила для себя, что я буду работать. И как раз в 20-м году, в апреле, в марте месяце как раз карантин объявили, и в апреле месяце вот мы начали активно работать, то есть я начала активно работать, муж у меня не подключался, я активно работала, также много, ну, заказы какие-то поступали, мои родственники, кто-то друзья что-то заказывала, и я активно начала работать. И на тот момент обучение в путь лидера началось, и я такая думаю, ай, давай-ка я пойду обучение, потому что я люблю обучаться, я и в школе, и в универе всегда обучалась, это мое, я сразу такая, давайте, 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 давайте обучалась, и мне очень нравилось обучение в путь лидера, это вот основа основ, мы, если не ошибаюсь, я уже забываю, насколько уж времени мы обучались, потому что все время обучаемся, вот там первый уровень, кажется, 3 месяца длился, если не ошибаюсь, вот, мы обучались, и я все больше и больше узнавала про компанию Атоми, и для меня каждый раз это что-то новое, и каждый раз я узнавала про компанию, новую информацию, новые знания получала, и активно работала, заказывала продукцию, людей регистрировала, но на тот момент таких лидеров никого и практически не было, что кто-то там захотел работать, просто люди покупали продукцию, людям нравилось, я решила этим заниматься. Постепенно летом, в 20-м году, я, мои партнеры появились, они начали активно работать, они хотели зарабатывать тоже, и мы начали проводить мастер-классы. Летом мы с Джамилей Карабашевой начали, это мой спонсор тоже, мы начали активно делать мастер-классы в офисе, мы проводили мастер-классы, и такие мастер-классы проводили, то, что это было очень красиво, это было так, как сказать, мы рассказывали маркетинг флан, мы все это очень красиво подавали, у нас в основном аудитория была тогда студенты, и мамочки в декрете, все такие молодые девушки были, и аудитория была очень красивая, очень такие классные, интеллигентные девочки, и мы все активно работали, мы в Zoom выходили, в Инстаграме работали, всякие конкурсы, акции устраивали, и для меня это было, знаете, больше как хобби, не как работа, а как хобби, а когда хобби, это, знаете, просто человек отдает всю себя, я днем и ночью думала об атоме, и я работала, я думала, что, ну, как сказать, это как игра была для меня, каждый день новые знакомства, новые люди приходили, мы какие-то кофебреки устраивали, это было очень круто, мы дальше работали, получается, в 20-м году, летом и осенью мы очень хорошо поработали, и благодаря нашей дружной команде я вышла на рамк мастера продаж в ноябре 20-м году. Далее я активно работала, и команда у нас очень была сильная, мы очень хорошо работали, благодаря нашим спонсорам, они всегда нас поддерживали, во-первых, это было обучение, во-вторых, это были какие-то акции, розыгрыши, которые активизируют наших партнеров, это все так классно помогало, мне очень это все нравилось, это как игра была. Мы поработали активно в ноябре, и в декабре мы так как-то немножко отдохнули, и в январе месяц я сказала, что я бы хотела открыть офис. Хотя я год назад, в 19-м году, уже об этом думала, я узнавала про это. У моего спонсора Елена Карамашева есть офис. В Алмате я говорю, у меня мои родные живут в Толгаре, и я бы хотела открыть там офис. Она говорит, давай, круто, давай откроем. Что ты можешь сделать? Ну, я так расписала все, такая думала, давайте откроем. В 19-м году все закрыли, карантин и так далее, я так и не смогла в 19-м году открыть, и какой-то, наверное, страх был, или еще что-то, и я в 19-м году это затормозила. В 20-м году мои партнеры Сумбат, Асем и Маржан, они начали активно работать, они говорят, они все живут в Толгаре, и они сказали, давайте откроем офис в Толгаре, так как мы же в Толгаре работаем, давайте там будем продвигать, о томе. И я такая подумала, ну, давайте, но как-то это все тянуло, тянуло, и в январе месяце она говорит мне, смотря, она шла офис. Я говорю, ну, давайте, начнем что-то искать, что-то делать. Она говорит, давайте, вот этот офис там классно, давайте мы будем там работать. Ну, мы оборудование купили, все взяли, такие довольные, счастливые. И мы, честно говоря, я очень рада, что у меня такая дружная команда, потому что я скажу, давайте это сделаем, они такие все, ой, давайте, давайте. И это круто на самом деле, потому что, когда ты не один, а с командой работаешь, это вообще многого стоит. Сымбат, например, белила стены, потому что там было не очень так красиво. Все оформлением она занималась, там кто-то там полы мыл, кто-то обустраивал, кто-то шкаф устанавливал, кто-то двери устанавливали. Ну, вот, знаете, вот это все, это была командная работа. Я не могу сказать сейчас, что центр принадлежит мне. Я могу сказать, что центр принадлежит нашей команде. И на сегодняшний день центр активно работает и развивается это благодаря всей команде. команда дружная. Это самое главное. И я бы вообще сказала бы для всех наших партнеров, сказать, это, как сказать, будьте дружными, тогда ваша команда будет сильной и вы многого добьетесь. И обучение, обучение от тренеров, от наших спонсоров, это многого стоит. Я обучалась, и я скажу то, что первое, это обучение, это был путь лидера, а дальше уже обучения были разные. Разные это уже от Стеллы Хигай, от Елены Карабаш обучение было, от Катрин Кастай, от Джимилии Карабаш. Ну, обучения было много. Мы все до сих пор обучаемся, и это здорово, потому что без обучения, мне кажется, двигаться это очень тяжело. Вот. Хотела бы сказать, что, во-первых, это обучение, во-вторых, это про продукцию. То есть продукция, она шикарная. Изначально, когда я попробовала продукцию, я подумала, что это продукция. Я такая думаю, ну, ладно, это типа не работает. Я думаю, ну, зачем мне этим заниматься? Такая начальника подумала, а потом я как начала пользоваться этим, то есть вижу результаты, вижу то, что действительно это работает, я активно включилась. И любой человек, который приходит в этот бизнес, пробует продукцию, а потом только приходит в бизнес. Что я заметила. Потому что у меня есть партнеры, которые пришли на бизнес после того, как попробовали продукцию. У меня нет партнеров, которые просто пришли на бизнес. То есть на бизнес могут прийти люди, которые просто, ну, как сказать, халявщики. То есть они хотят быстро заработать деньги. Такого не бывает. Человек должен попробовать продукцию, человек должен думать о людях, о людях, заботиться о людях. Тогда только пойдет бизнес. Ну, я вообще сравниваю бизнес Атоми. То есть это такой бизнес для тех, кто хочет именно развиваться, как сказать, больше, больше, человек, который хочет развиваться, он должен быть в Атоме. Потому что человек, который развивается, только может добиться хороших успехов. Но если вы пришли в этот бизнес просто так для того, чтобы там на ком-то навариться или просто думать, что кто-то поможет, нет. Я скажу то, что в этом бизнесе надо работать. Если вы будете работать, все двери открываются. Как Стелла Хигай, наш тренер и наш старый мастер, говорила, что если вы двигаетесь, энергия идет. Когда энергия идет, все ваши дела идут хорошо. То есть для того, чтобы что-то шло, нужно встать и запустить эту энергию. Я думаю, что вам нужно просто встать и что-то делать и энергия пойдет и вы будете двигаться дальше. Что я еще скажу? Я вроде все сказала. Это такой мой путь в Атоме. На самом деле в Атоме мы очень много обучаемся и сейчас, на данный момент, я обучаю своих партнеров и провожу семинары. Недавно мы съездили в Астану. Я просто хотела бы коротко об этом сказать, потому что Астана после поездки у меня что-то изменилось в моей жизни. Вначале у меня там был всего один партнер в Астане. Я думала, ну, поеду я, но вдруг она не придет, зачем я там поеду, время потеряет, деньги заплачу за поездку и нафиг это не надо. Потом я так подумала и решила, думаю, ладно, поеду, почему бы и нет, надо ехать, надо поработать и едут мастера Шаронских роз, я должна вместе с ним поехать. Я предложила им, что я тоже поеду с ними, а они такие обрадовались и мы классно провели лидерский семинар. И когда я была в Астане, удивительно было то, что все мои знакомые начали писать ты где, что, как, в Атоме, а, ну давай, когда мы придем, мы посмотрим, послушаем. Они пришли, послушали, им понравилось, семинар понравился, в целом все понравилось и продукция шикарно понравилась, так как мы провели на второй день мастер-класс. И я довольна, что мои знакомые и друзья в Астане попробовали продукцию и тоже хотят работать. И я хотела бы сказать, что, например, рынок в Алма-Ате, он уже перенасыщен и надо двигаться дальше. И сейчас в Астане, я так заметила, там очень мало лидеров и нужно двигаться в Астане. Это такой мой маленький секретик, Ну не знаю, может кто-то знает, может нет. В Астане очень много людей хотят заниматься Атами, но не знают как. Для того, чтобы знать, как нужно обучаться. я говорю, что не пропускать ни разу обучение наших лидеров это многого стоит. Я до Атоми была какой и сейчас какая. это две разные люди. Мне даже мои родные мне говорят и замечают, говорят, что я изменилась, я стала лучше, я стала увереннее в себе, я стала более раскрепощенная и это меня радует, потому что у меня есть сын, у меня есть муж и я хочу быть примером для своего сына, чтобы он вырос, чтобы гордился мною. Хотела бы еще сказать насчет того, что в этот бизнес я не пришла из-за того, что у меня там не хватало денег или еще что-то. У меня все было всегда достаточно и у меня было такое, что я всю жизнь обучалась и я хотела, чтобы у меня в моей жизни обучение всегда присутствовало. Обучение в Атоме это всегда, всегда есть и всегда и будет. Вот это меня зацепило и до сих пор я держусь на этом, потому что все время мы обучаемся, все время какой-то тренинг, какое-то обучение и это круто. Мега полезно. Вообще думаю, что все, кто в Атоме, вам всем повезло, потому что обучение тут нереально крутые, тут обучают не только как вести бизнес, тут обучают как вообще в жизни двигаться, как быть лидером, как выступать, как... Ну, разные тренинги, даже у нас есть тренинг обучения корейского языка, обучение английского языка, которое запустила Мика, и наши лидеры, спонсор Италии, Мунгем, они запустили обучение корейского языка. В Атоме есть все, СММ обучает тоже, так что мне кажется, что все, которые тут работают, им всем так повезло, потому что в Атоме есть все. у нас есть качественная продукция, есть витамины и вады для нашего здоровья, есть продукция высокого качества, есть все стандарты, есть классная косметика, есть товар для дома, и тут еще и обучение есть, ну, тут все есть, знаете, я просто даже иногда не хочу никуда выходить, потому что у меня есть все, у меня есть интернет-магазин свои, у меня есть свои команды, где их обучают, я с ними встречаюсь, мы какие-то тренинги с вами проводим, куда-то выходим, гуляем, планируем тоже фотосессию, это классно двигает вообще людей, мы живем один раз в жизни, и если вообще кто-то хочет в Атоме прийти и думать, что у меня не получится, а вы попробуйте, просто попробуйте, я в этот бизнес пришла просто попробовала, потому что я не была в сетевом бизнесе, потому что я всегда считала, что сетевой бизнес это не мое, я никогда этим не буду заниматься, я не буду с этими пакетами таскаться и ходить с этими пакетами, всегда считала то, что сетевой не мое, но сейчас я уверена, что онлайн бизнес, сетевой бизнес это наше будущее, многие изначально меня не поддерживали, говорили тоже, что ты что с высоким образованием, ты так училась, для чего, для того, чтобы сетевым бизнесом заниматься. Я для себя сказала, что нет, мне не интересует, кто что скажет, я добьюсь того, чего я хочу. Для моей жизни очень много произошло. На самом деле, меня очень часто баловали, я выросла в такой семье, где мне говорили, ты успеешь поработать, обучайся, обучайся, а потом поработаешь, успеешь. И я, в принципе, только обучалась, и я нигде не работала, но я всегда стремилась к лучшему. И у меня достаточно все было, я как бы, когда у человека все достаточно, человек ни к чему не стремится, оказывается. И я обучалась, обучалась, и вот все время, говорю же, обучаюсь. И вот к семнадцатому году, я была на девятом месяце беременности, и на седьмом месяце беременности я потеряла маму. И на тот момент я решила для себя то, что я стала взрослой, я должна себя взять в руки и начала активно тогда заниматься собой. Для меня это был тяжелый, переломный момент, и на сегодняшний день я могу уже спокойно об этом говорить, потому что я прошла тренинги от Ситолы Хигай, и после этих тренингов я, знаете, сказать то, что до Атоми, какая я была, и после Атоми, вот сейчас в Атоме я другая, до Атоми, вот сравнить семнадцатый год, какая я была, я была неуверенной, я была избалована ребенком и зависела от мамы. То есть для меня было важно ее мнение. И когда я ее не стала, я ощутила то, что какая-то пустота, и я решила, получается, с вами, если я родила ребенка, я стала сама мамой. И мне нельзя было плакать, и я решила, что я буду работать, я сделаю все для того, чтобы помочь своей семье, своим родным. У меня есть братья, сестры, вообще у нас в семье шестеро, и мы сейчас очень друг другу помогаем, и это классно. И мои семьи, мои партнеры, не только партнеры, мои родные, все мои, меня поддерживают в том плане, что они покупают продукцию. Вначале не покупали, не доверяли, да, а потом со временем начали покупать. И в моей структуре есть мастер-продаж token by SM, это моя сестренка. Я очень рада, что когда-то я ее зарегистрировала, она вообще не была в курсе, что я ее зарегистрировала. Но со временем я думаю, что остальные мои родственники, родные подключатся, и мы будем тоже активно работать. Но сейчас они такие активные покупатели. И что я еще хочу сказать, то что многие из нас думают, что просто такой мой совет, приглашайте в этот бизнес всех. Потому что у меня в моей, как сказать, структуре я приглашала всех, но я думала, кому-то это не нужно. И я пригласила, не пригласила кого-то, а этот человек через год мне пришел, сказал, почему ты меня не пригласила, а я уже в другой структуре. Так что приглашайте всех, это действительно работает. Не надо решать за других, просто скажите, попробуйте продукцию. Хотя бы расскажите про продукцию, что вы действительно занимаетесь этим бизнесом. Мика, на этом у меня все. Спасибо, Бахатгуль. Есть какие-то вопросы? Да, у меня есть к тебе вопрос. Сколько тебе лет? Скажи, пожалуйста. Мне 29 лет. В этом году исполнилось. Лора, она такая молодая, столько мудрости. Спасибо тебе большое. Так, я тут прочитала вопрос. Рашида спрашивает, когда вы стали бриллиантовым мастером? Бриллиантовым мастером я стал в 2021 году, то есть в этом году, в марте месяце. Так, есть ли еще вопросы, задавайте, пожалуйста. Пишут, что ты замотивировала открыть центр, тоже хотят открыть свой центр и иметь такую же дружную команду, как у тебя. Классно, спасибо большое. На самом деле, центр это классно, вы можете собирать своих партнеров и с ними вместе работать. Открывайте центр, вообще не надо бояться. В крайнем случае, вы можете закрыть. Так что лучше попробуйте. Спасибо большое. Какие у вас были... Давай вопрос про бриллианты, да, еще раз. Как долго вы шли до бриллиантов? То есть в 2020 году я в ноябре закрыла мастер-кадаж, в 2021 году бриллиантов в марте, то есть через 4 месяца. Еще вопрос от Аданай. Какие у вас были страхи в начале пути? В начале пути у меня были страхи, потому что обо мне подумают, что я такая сетевичка или еще что-то, потому что для меня репутация моя была важна всегда, потому что я работала в back-office, я закончила высшую, как сказать, казахстанский-британский университет, и я считала, что после такого надо идти только в big four, аудиторскую компанию. И я подумала, что почему... Ну, я вот в сетевом бизнесе, и сейчас обо мне подумают... Ну, мне больше всего... У меня страх был перед своими сокурсниками. Я думаю, они осудят меня. А на самом деле сейчас они со мной вместе многие работают. Мика, вы не включили звук? Так, вы такая молодая, но очень мудрая Айбарша пишет, что рада, что познакомилась с тобой в Астане. Спасибо большое, Айбарша. Я очень рада, что я познакомилась с Айбарша, со всеми. Там, честно говоря, было круто, хоть и мы из параллельных структур, и я, честно, рада, что мы в одной команде. Я рада была, что всех вас видеть, я рада, что в Астане вы добьетесь много чего, потому что рынок свободен, так что давайте, работайте. Классный совет. Да, насчет того, что рынок свободен. И у меня такой вопрос. Вот в Астане ты была спикером. Насколько было волнительно, как ты справилась? Расскажи, пожалуйста, о чем рассказывала? Честно говоря, если рассказывать про Астану, это было мощно, потому что нас изначально встретила Селя Акжалова, хотя мы с ней из параллельных структур. Она нас встретила цветами на машине, отвезла нас, и это было так приятно. Знаете, вот просто то, что в Атоме, это классно. Хоть ты из других параллельных структур, но друг друга поддерживать, это мощно, это многого стоит. Далее мы провели встречу. Честно скажу, то, что мы даже не обедали, мы провели эту встречу, но Астана встретила очень тепло, дружелюбно. Меня, честно говоря, пугала сцена. Я сказала изначально, когда перед выступлением, я сказала, что я не выступала ранее на такое количество человек, так что я побаиваюсь. Они меня все так поддержали, честно, спасибо вам большое, кто был в Астане. Они так поддержали, и мне спокойно выступило. Я этому вообще рада. В Астане очень классно прошел вообще семинар. Вообще, астанчане очень классно встретили, потому что я всегда считала, что это север, всегда они такие холодные. Нет, Астана сейчас очень классно развивается, и люди стали дружелюбные. Спасибо. Ты говорила про сестренки, я вижу Асему Токенбай в участниках. Она написала Sales Master. Классно. Да, она продажа. Тебя поддерживает Маржан, наш движок, наш лидер. Здесь от Миндвай Асем. Я тоже очень рада знакомству с Бахатгуль. Спасибо большое за мотивацию, советы. Молодец. За эти несколько дней ты очень выросла. Одни сторисы чего стоят. Все успевала. Молодец. Алга, комсомол. Бахатгуль, вы нам такую мощную информацию дали про спирулину. Спасибо большое. Спасибо вам всем за поддержку. И еще у меня вопрос про то, как ты участвовала в ролике про открытие Казахстана. Был такой мощный ролик, я плакала, когда его показывали. Расскажи, пожалуйста, об этом опыте. Вот это уже съемка, опыт съемки. Было ли сложно? Я так понимаю, что с первого дубра все записывались, не знали, какие вопросы вам будут задавать. Ты потому что смотрелась очень круто. Очень уверена. Спасибо большое, Мика. На самом деле... На самом деле... Вообще, насчет съемки, я не уверена была, что я пойду или нет. Спасибо моим девочкам, что в тот день в офисе посидели. У нас же офис полагали, и там нужно как-то сидеть. И в тот день девочки посидели, и я пошла на съемки. И я, честно, не ожидала, что какие-то там будут съемки. Я даже не думала, что будет вопросы задавать там. Я же... Я и говорю, что я ранее вообще не выступала. Я просто думала, ну, съемки мы будем посидеть, нас снимут, и мы пойдем. И я такая выступаю, я прихожу туда, и Елена говорит, ну, сейчас будешь интервью давать. Я такая, а, да? Ну, хорошо, ладно. Такая пошла и села, там, начали давать. И интервью нам сказали, типа, с первого раза будем записывать. Так что этот... А, они нам сказали, что мы будем несколько раз снимать, так что не переживайте. И мы спокойно сели, и нам начали задавать вопросы. И вопросы были... Мы не подготовились к этим вопросам. Они даже нам заранее эти вопросы не сказали. А мы сели такие спокойно, начали отвечать на вопросы. И думали, ну, ладно, еще раз запишем же. А потом такие мы записали, и потом я встаю, курлю. Ну, все, еще раз будем записывать? А нет, зачем? Все, нормально, записали. И спасибо, в общем, организаторам Атоми Рос, потому что... Атоми Казахстан, потому что действительно они такие вопросы задавали, и не надо было перезаписывать их, потому что было все так спокойно. Они так спокойно задавали вопросы, и спокойно мы отвечали. И это было действительно хорошо. Они классно сняли ролик. И я очень рада, что присутствовала в этом видеоролике. На самом деле даже не знала, что так классно, грандиозно будет открытие. Действительно, очень красиво сняли видеоролик. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. И очень рада, что видеоролики сняли с Карабашева земля, и Арайлун Синчалиев, это мои партнеры тоже. И я так рада, что мы снялись там на видеоролике. Я бы хотела, чтобы все мои партнеры тоже были на роликах, и вообще на семинарах. Это тоже моя мечта. Мы в три дня проходили тренинг с Телл Хигай. Это был мощный тренинг управления жизнью. И я скажу то, что после этого тренинга я действительно изменилась. Я стала другой, совсем другой. И моя вот сейчас мечта, чтобы мои партнеры стали бриллиантовым мастером и пошли на этот тренинг. Потому что на этот тренинг попадает только бриллиантовый мастер, а мастер жилонских роз и выше. Вот. Наталья Афшар с Турции пишет. Бахаткуль, благодарю вас за мотивацию. Да, у нас команда очень крутая и дружная. Пока ты говорила, смеялись, аплодировали. Бульшаш пишет. Грандиозный ролик, да. Я так плакала от выступления Пакхангеля, Империалов, когда резали ленту. Да, я вот на этой моменте тоже плакала. Это так нереально вообще, что сейчас происходит. Было волнительно. Зинатоми – это супер. Хасема пишет. Съемки прошли шикарно. Все было естественно. Такой классный опыт. Супер ролик. Замечательные мурашки бегают. Счастье и гордости за нас. Бахаткуль Рахмет. Бульшаш. Балмагуль пишет. Мы и были дружелюбны и гостеприимны. Все люди разные. Спасибо всем за поддержку. Благодаря вам наш вебинар прошел так дружно, так тепло. Бахаткуль, спасибо тебе большое за такую классную презентацию, за твою силу, несмотря ни на что, и уверенность в себе, в команде, в будущем, в компанию. И хотелось бы услышать у тебя пожелания для партнеров, возможно, для новичков, которые сомневаются или имеют какие-то вопросы. Что бы ты им хотела пожелать? Спасибо большое, во-первых, Мика, тебе, то, что действительно такие семинары проводить, это многому стоит. И большая честь выступить именно в этом семинаре «Почему о томе?». Когда Мика изначально писала, я такая думала, о чем я буду рассказывать, зачем мне это надо? А потом подумала, нет, раз уж я что-то добилась, я должна тоже людям сказать об этом, чтобы люди тоже двигались. Компания «Атоми» — это такая очень добрая компания, где мы пробуем продукцию, мы пользуемся хорошей продукцией, мы принимаем витамины и БАДы, то, что укрепляем иммунитет, и также еще плюс обучаемся, развиваемся. Я бы хотела пожелать всем вам, чтобы вы были здоровыми, во-первых, во-вторых, были счастливыми, и, в-третьих, обучались. Потому что наша жизнь состоит из обучения, и вот обучайтесь, смотрите семинары, будьте в движении всегда. Движение — это энергия, движение — это сила. Когда вы будете двигаться, все будет. Каждый день по маленькому, если шагу будете делать, тогда вы добьетесь многого. Так что я хочу пожелать всем, будьте активными во всех семинарах, везде участвуйте, потому что «Атоми» — это практически все везде бесплатно. Когда бесплатно, мы это не ценим, так что цените это, работайте, обучайтесь, двигайтесь, и все будет. Обязательно добьетесь. Кто хотел открыть образовательный центр, открывайте, не бойтесь. Мы дружная команда, команда всегда поддержит. Всем спасибо большое. Спасибо. Вижу поздравления с открытием, и то, что реальные истории помогают нам двигаться вперед. Бахатголь, спасибо за твою историю, я думаю, что она еще многим людям сегодня помогла, и дальше в записи поможет огромное количество людей. Спасибо тебе большое. Спасибо, что вы присутствуете на наших Zoom-вебинарах. Запись будет, и встретимся в следующий четверг. И да, пригласим следующего нашего атомианца рассказать его историю. Всем пока, спокойной ночи. Всем успехов. Спасибо.